Виктор, скажите, а не пересекались ли вы с Анатолием Вассерманом, не хотели бы его пригласить побеседовать? Очень интересно, что он думает по поводу модели вселенной. Пересекались, общались, беседовали, это уже было много лет назад, информация в открытом доступе, в этом чате Вассермана была. Ситуация какая? У него очень хорошие способности в плане запоминания информации, складирования этой информации по полочкам в его системе. Но у него проблемы с оперированием информации, у него схема мышления примерно так. Если я запомнил, значит информация верна, он не может ее проверить. Вассерман прочитает из нормального учебника, что фуфайка съедобна, она у него попадет в раздел пища, продукты и питания и будет так им восприниматься. Он не обрабатывает. Мы с ним беседовали очень долго, он не воспринимает информацию, он не строит какие-то построения, он может только взять и зачитать цитату оттуда или оттуда. Просто так вот по жизни, что Вассерман говорит о смысле жизни, это неменяемые какие-то вещи. Что Вассерман предлагал, относился он с этим проектом, который практически апгрейд плановой экономики, только в виде Вассермана. Человек на полном серьезе, ну схемы какие-то наивные, он на полном серьезе думает, что Клавдия Ивановна ответственная за планирование, может сделать более эффективную экономику, чем миллиарды людей за бортом, которые что-то там творят, суетятся. А тут Клавдия Ивановна это все исполнила. Это такие вещи. Тут есть возможности человека, да, они могут поделены там между запоминанием и оперативностью мышления, да, вы не можете выпрыгнуть из своих возможностей. Если вы все свои возможности потратили на развитие запоминающего блока, да, его заполнили, у вас не осталось на оперативный блок, ну, какая-то малая, какая-то малая часть. Это вот приводит к таким трагедиям, как Вассерман, когда красивый, веселый, ну, в смысле яркий, красивый, яркий, веселый, там, выделяющийся, в принципе, хороший человек, но вот с такими вот функциями. Это вот как, есть такая-то функция, есть, нет, ну, нет, нет так, нет. Общались, где Ткачев пишет, что он садомировал мою теорию. Ну, поступает еще информация про причастности к садомированию. Люди говорят, что Ткачев садомит. Я не знаю, как эту информацию воспринимать, зачитано проехали. Мы конкурируем не на этом уровне, но как бы показательно. Если кто-то не понял, вот по результатам беседы, почему я остановил беседу, вот человек оспаривает школьный курс физики, и ему кажется, что это я выдумал все. То есть он даже не знает, что это не я выдумал, это школьный курс физики. Он нападает. Вот сила векторная, величина или скалярная, однозначно векторная, но мы пользуемся всегда скалярной формой записи. Вот скалярная форма записи отличается от векторной. Ну, вот берем силуев и сверху пишем стрелочку, да, это у нас векторная форма. Когда мы не пишем, нам это не всегда надо, мы просто скалярная форма записи, да. Ну, по результатам обсуждений выяснилось, что большинство, ну не большинство, а значительная часть зевак, вот есть люди наши, которые понимают, а вот зевак, значительная часть, даже не знают, чем скалярная форма отличается от векторной, поэтому они не могут понять суть нашего разговора. Они могут только, это убедительно или не убедительно. Вот, если человек убедительным видом говорит чушь, они не смогут понять. Они видят содержание, они не понимают, они смотрят, убедительно выглядит или не убедительно. И по своим, как бы, таким ощущениям ориентируются. Так вот, господин Скачев с убедительным видом нес чушь. Он придрался к отсутствию стрелочки там, где ее быть не должно. Вот там ее не должно быть. Любой физик, который видел содержание учебника, вам это скажет. Но Скачев не в той ситуации, он не местный, видать. Там может еще несколько таких, как Скачев от Моревского найдется. И там был комментарий такой, что в разных пособиях может быть по-разному. Не может быть по-разному. Везде нормальная форма записи, скалярная форма записи. А векторная уже в конце, когда вам надо строить вектор. Все. Все вычисления в скалярном виде производят. Человек об этом не знает, он просто не сталкивался с этим. Либо сознательно врет. Это знаете, что человек открывает роман «Война и мир» читает. Он говорит, видите, начали роман «Война и мир» начинается с заглавной буквы. Писать с заглавной буквы неправильно. Значит, весь роман неправильный. О том, как надо писать, с какой буквы, да, ну, как бы, общепринято писать с большой. У человека свои взгляды, да, он бормочет, отрицает это, да. Выдает это за общепринятую точку зрения, на основании этого лопочет, что роман неправильный. Вот примерно то же самое он бормотал про векторную скалярную форму. Записано в скалярной форме, а сила вектора, значит, про счет неправильный. То есть, тупит. Ребенок тупит. Ну, не ребенок, это уже переросток. Содомит переросток. Не могу понять одного, почему Виктор не смог внятно объяснить тот факт, почему формула имеет скалярный вид. Сложилось впечатление, что, может, у самого есть лакуны в изложении теории приталкивания. То есть, как объяснять это? Я сказал, что это общепринятая форма. Человек с этим не согласен. Ну, человек идиот, тут без вариантов. Человек не знает элементарных вещей. Вы не понимаете элементарных вещей. Ну, он-то обязан, он физик. Вы не обязаны. Но вы, действительно, под впечатлением, кто как говорит. Ну, все. Можно было сказать что-нибудь типа, скалярный вывод формулы имеет место быть по такой-то причине. Интересно было узнать. Скалярный вид формулы имеет место быть, потому что это общепринятая запись. Вот так принято записывать. А я в общепринятом потоке информации для общепринятых людей, которые привыкли к этому. Пишу так, как они привыкли. Люди, которые не видели содержания учебника физики, они вообще ни к чему не привыкли. Вот они быкуют на это. Вот он увидел, да, первый раз увидел. Или там, я не знаю, когда образование получал, он на это должен был увидеть, да, но он увидел, да, но не запомнил. Вот он сейчас увидел. Для него это открыть. Он быкует, он идиот. Все. Не понял. Вот физика с Юрием Ткачевым, Клим Чугункин. Ну, вот когда я впаду в ересь Катючика, я начну векторные величины в скалярах писать, тогда можно будет начинать беспокоиться. А пока то, что наука чего-то там пока не знает, есть повод отчаиваться. Сейчас, не знаю, завтра будут знать. Ну, это вот все продолжение вот этого вот незнания, как записываются формулы. Вот прямо вообще. Вот, кстати, очень важный момент. Обратите внимание, на что они кидаются. Они уже кидаются на стрелочке над знаками, над буквами, да, над обозначением силы. Они не могут ни до чего доколупаться, вот ни до чего. Они хотели бы там покидаться, покусаться, но укусить-то не за что реально, а поэтому они выдумывают уже придуры. Вот это придурь, вот доколупываться до скалярной формы, до общепринятой, до того, как должно быть записано, до этого доколупываться. Можно только в случае, когда у вас либо мозга нет, либо не до чего доколупаться. А тут как бы совпадение. И ни до чего доколупаться, и как бы не густо, чем доколупаться. Вот чем сосредоточиваться, не раздали. Ну, раздали там как бы немного. Клим Чугункин. Из хатки Тавиди глянь, как формулы записываются в учебниках в скалярном виде. Вот, Клим Чугункин поясняет, как записываются в скалярном виде формулы. Кстати, вот в ролике было приведено три примера записи законного тяготения в учебнике в скалярном виде. Вот прям вот как оно есть в учебнике, так и показали. Без стрелочки там, без стрелочки, скалярный вид. Ну, после просмотра трех примеров, да, люди не смогли сориентироваться и понять, чем скалярная... Ну, если не знать, чем скалярная форма записи от векторной отличается. Просто наличием стрелочки. Все. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжение следует...